Я верю, что Бог нас всех призвал служить Богу. Аминь. И Писание говорит, что все мы как живые камни, строим из себя дом духовный. Вот мы все как кирпичики, мы все как строители. То есть, понимаете, Бог нас видит как строителей. Здесь, на этой земле, мы строим царство. Вот ты кирпичик в этом царстве. Но не все соглашаются быть кирпичиками. Есть такие, которые норовят все время спрыгнуть к кладке. Знаете, как кладку кладут, вот кирпичики некоторые, они есть такие послушные. И ты берешь, и пастор берет, например, как строитель. Ну, так, ладно, представим себе, пастор это как каменщик. И он эту кладку делает, и он просто берет этот камень и ложит. И кирпич так послушно ложится, потом следующий, и что-то строится. Но если кирпичик вдруг говорит, а я не согласен, вот, чтобы меня как-то уложили сюда. У меня есть какое-то собственное видение на мою жизнь. Вот такой кирпичик, и он просто, и ты не сможешь ничего сделать, потому что кирпич этот будет все время спрыгивать, соскакивать. И таким образом, ну, ничего не строится. Но Писание говорит, что мы живые камни, которых Бог хочет уложить. И, знаете, меня впечатляет книга Неемии, как-то все больше сейчас как-то об этом думаю. И вот они там строили что-то. Вот нам, мы что-то строим здесь на этой земле. Мы сейчас строим пробуждение, мы строим, ну, и это не громкие слова, потому что то, что вот сейчас возрождается, как вот сейчас будем строить апостольский центр. И вот такое движение начинается в России, мощное, я вам хочу сказать. И это будет очень мощно, поэтому мы с вами что-то строим. И если там стены Иерусалима восстанавливали, в книге Неемии, то люди там строили. У каждого был участок свой, определенной стены, которую они строили. Друзья, и я хочу сказать, что все мы с вами, мы строители. Мы не только эти духовные камни, а мы еще строители. И поэтому надо смотреть, что ты строишь. Аминь. Ты что-то строишь? Есть вот разные лидеры, да. Есть лидеры, которые хотят что-то сохранить, а есть, которые хотят что-то развивать. Которые хотят что-то, ну, знаете, как возделывать. Ну и возделывать для меня это как строить. Если лидер домашней группы, вот у него есть люди, и его стратегия направлена на то, чтобы никого не потерять, это человек, который стережет. Человек, который хочет распространять, возделывать, он будет нацелен не на то, чтобы этих людей сохранить. Он будет нацелен на то, чтобы этих людей развить. Развить, и чтобы они, каждый, достигли того, что достиг хотя бы он. Не боясь потерять этих людей. Потому что если бояться потерять этих людей, ну, вы понимаете, что не то, что там ты не боишься их потерять, не то, что ты их не любишь. А просто ты можешь быть компромиссным из-за того, что ты просто боишься людям правду говорить. А людям надо говорить правду. Аминь. И поэтому, ну, как бы мой опыт, я смотрю, как много людей у нас, они просто стерегут, они, вот эти люди какие-то, ходят пять человек, ходят сколько лет, ну, вот уже год, два, три, ходят эти пять человек, они не развиваются, они не растут, они живут как-то компромиссно, у них в жизни каких-то нет прорывов, ничего, просто ничего не происходит. Понимаете, ничего не происходит. Но зато они верные, ходят, но ничего в жизни не видят. И когда ты говоришь им, что Бог там великий, что-то там, что-то там сверхъестественное, ну, для них жизнь, она вот такая, она обыденная и простая, потому что нет прорывов. И когда кто-то приезжает, или пастор начинает говорить о чем-то таком большом, у людей как бы ступор, потому что разум, он не подготовлен ни к чему сверхъестественному. Понимаете? Аминь. А я сегодня хотел говорить на такую тему, что я, мы живем либо из прошлого, зацикленные на прошлом, либо мы устремлены в будущее. Я хочу сказать, друзья, нам нужно жить будущим, не настоящим. Нам, ну, как бы, это легко говорить, да, что? Да я не живу прошлым. Прошлого нету, оно прошло, все, его нету. Время, прошлое, это же относительная вещь, это то, что мы понимаем. У Бога нету прошлого, у Бога нету настоящего и нету никакого будущего. Бог здесь, в начале нашего пути, Бог и в конце нашего пути. Но прошлое, это некое наше понимание тех событий, того опыта, которые мы прожили. Если я буду больше сконцентрирован на то, что было в моей жизни, я никогда не увижу того будущего. То есть мне нужно зацепиться вот в видении, мне нужно вот в будущем жить, в видении жить. И когда я живу в будущем, я начинаю транслировать, знаете что, веру. Я живу тогда верою, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. Люди говорят, просто как бы исходят из обыденности, из реальности. Они говорят, ну вот, вот такая жизнь, вот такие цифры, вот такие деньги, вот такие события, вот это, вот это. И когда я слышу это, то в последнее время меня начинает это корыбить. Я говорю, ты, я не слышу здесь вообще веры. Нисколько. Ну это же факты. Да, это факты. Ну а где Бог? Где Бог сверхъестественный? Где Эль Шадай? Где Бог, который приносит прорыв? Этого нету тогда. И пока мы не поймем, что что-то не так с нашей головой, у нас ничего в жизни не будет происходить. И нам всем нужно понимать, и нам всем нужно дружить, друзья, с Духом Святым, с Богом, для того, чтобы понимать. Потому что люди просто смотрят на прошлое. Вот помните, Иисус пришел, лежит этот человек, который уже там 30 с лишним лет, он лежит, и вот, и у него одна проблема, он винит всех вокруг в своих проблемах. Вот он лежит, и он говорит, ну нет человека, который меня бы там вот поднес в воду, там иногда ангел возмущает эту воду, ну вот так вот происходит. Ну просто люди такие плохие. Ну вот люди, говорят, у меня собрались не очень. И он живет, исходя из прошлого, из того, что вот тогда люди его не помогли. Вот тогда. И он говорит, да, я бы хотел прорыва, но проблема-то не во мне, проблема в людях. Друзья, вот первое самое, что должно прийти в голову, это то, что проблема во мне. Проблема во мне. Если я не вижу прорыва, проблема во мне. Если я не вижу, как Бог финансы, ну, как Бог меня благословит, это моя проблема. Если я не вижу, что растет мое служение, не кто-то виноват, я виноват. Тишина такая. Никто не скажет даже аминь. Если я буду ориентирован туда, в прошлое, я никогда не увижу будущего. Аминь. Мы что-то все в жизни проходили. И проходим, и будем проходить. И вот то, то, что проходя, мы, ну, как бы сказать, проживаем, то, что в нашем сердце остается, это и будет влиять. Давайте вместе прочитаем Матфея 12 главу. Матфея 12 глава, 34 стих. Порождение хитнина, это не вам. Как вы можете, это Иисус ругается здесь на фарисеев. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Я не могу выносить то, чего у меня нету. Проходя ситуации, я либо обозляюсь, либо я учусь любить. И мы все проходим одинаковые ситуации. Есть вот какие-то вещи, которые я проходил, и вместе со мной какие-то люди проходили, и они не дошли до конца. То есть их сейчас рядом нету, потому что проходя те же самые события, что и я, они, знаете что, они обиделись, они обозлились, они наполнены горечью, они наполнены обидами, они, что такое обида? Обида, это вообще взгляд в прошлое. Этот человек живет полностью прошлым. Потому что все изменилось, люди изменились, ситуация изменилась, но человек может сидеть, с ним что-то там произошло 10 лет назад, и это правда, это правда, это реальность. Когда ты потом разговариваешь, человек говорит, ну вот 10 лет назад ты мне там сказал что-то. Боже мой, его застегнуло тогда. И он все, он выпал, и он помнит, он перебирает, перебирает эти все вот эти обиды, достает их, потом еще, а через то, что у него есть обида, и через то, что у него вот взгляд, вот все он видит через ту, через те слова, через ту ситуацию, все нынешние слова, и поступки, он оценивает их именно через вот эту вот, через эту призму. И он в этом сидит. Скажите мне, он будущим живет? Нет, он живет, он живет прошлым. Он живет той ситуацией, с которой... И мы проходя буквально одно, мы по-разному реагируем. И у меня либо здесь доброе сокровище будет, либо злое, либо я проходя эти вещи, когда тебя обижают, когда несправедливо с тобой поступают, ты что-то проживаешь, что-то проходишь, ты становишься либо лучше, либо ты, ну, вот, злым становишься. Видели злых христиан? Мне кажется, они зле, чем люди в миру еще. Злые религиозники. Смотрите, как фарисеи распяли. Вы просто представьте эту картину. Верующие люди, глубоко верующие люди, знающие Писание, читающие пророчества, они просто орали, распять его, распни, распни, разбойника отпусти, а этого распни. Он же ничего не сделал. Распни. Представьте, просто вот это ненависть. Смотрите, сейчас война, и война, знаете, что вскрыла? Ну, вот эти военные действия, военная операция, ну, если проще говоря, просто военные действия происходят. Сколько ненависти льется? Сколько? Ужас. Тебя постоянно к чему-то побуждают, чтобы ты тоже какую-то ненависть выдавал. Я, знаете, хочу сказать, есть люди, да, на той же Украине, которые просто, они призывают молиться, и они, их слова пропитаны любовью. И, знаете, я понимаю одно, что либо твое сердце наполнено, вот ты из этой сокровищницы сердца либо доброе вытаскиваешь, либо плохое вытаскиваешь, либо злое, чем-то наполнен, то и будет. И он говорит, как вы можете говорить доброе-то, будучи злыми-то? Ну, может быть, вы напрягетесь там, покажетесь добренькими, но потом, все равно, если твое сердце злое, все равно. И я не могу, и когда меня призывают, я не могу не писать доброе, я просто, мне проще потеряться, мне проще удалиться, мне проще удалить кого-то, чем просто, но у меня нет этого просто внутри. Ее нету ненависти. Ну, ненависти нету, поэтому я не могу писать эти слова, я не могу делать то, чего у меня нету. Аминь. Ведь Бог наш добрый. Согласитесь? И Он настолько добрый, что это превосходит всякое разумение. И посреди всего зла Он бесконечно благ и бесконечно добр. И Он не может поступить, как недобрый, потому что Он добрый Бог. Аминь. Вот почему, когда начали приезжать американцы, они все время говорили, Бог добрый, Бог добрый. Но нам нужно было это в голову вбить, что Бог добрый. я думаю, наверное, они просто как, ну, нам эти как гвозди вбивали в голову. Бог добрый. Добрый. Бог добрый. Разве Он добрый? Понимаете, как бы вопрос же не в том, чтобы, ну, как бы информативно это знать. Это же надо вот внутри понять и уразуметь. Бог добрый, да, Бог благ. Если Он благ, Он благ во всем. Если что-то случается, Он благ. Вот ситуация неприятная, и тут трудно разглядеть благость Божью. Проходит какое-то время, ты видишь, Бог благ. И это вот, то есть, когда ты так откровение имеешь, ты любую ситуацию будешь воспринимать, ну, вот, с верой. Любящим Бога, призванным по Его созволению, все содействует ко благу. Это же не просто мантра наша. Это реально. Бог, почему? Да потому что Бог благ, потому что Отец меня любит. И если даже я прохожу какие-то вещи, а обязательно их буду проходить, потому что Богу надо понимать состояние моего сердца, состояние моей веры, и любой человек это будет проходить, то Он-то благ, и Он-то доброе имеет для меня. Аминь. Поэтому мы, и Римлян 14 глава, 5-й стих здесь написано, иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. всякий поступает по удостоверению ума своего. Каждый поступает по удостоверению своего ума, каждый поступает потому, что есть в его голове. Вот почему так важно, чтобы мы меняли свое мышление, чтобы мы уходили из прошлого и меняли свое мышление. Аминь. Иначе наши поступки не будут меняться. Если я, каждый поступает по удостоверению своего ума, если убеждения моего ума, они не меняются, и поступки мои не изменятся, и у меня будет дежавю, у меня будет вот день сурка. День сурка, когда ничего не меняется, день похоже на день, ну как бы, ну вот те же проблемы, те же проблемы, те же заморочки, те же, так же все с финансами, так же все со служением, так же все в семье, все как-то брыдло, надоело. Знаете, как много циничных, разочарованных христиан, очень много стало. Люди, которые не достигли, они во что-то верили, но к этому не пришли. И у них такой цинизм стал. И когда ты что-то говоришь, они циники. не знаю, сталкивались такие скептические. И когда о чем-то великом слышат, то они уже, им трудно. каждый поступает по удостоверению своего ума. Я когда думал об этом, знаете, думаю, ну вот, я не, у нас должны складываться правильные убеждения. Вот, я когда здесь думал недавно, думаю, вспоминал о храме, а у меня ситуация была, забор на доме строим, и, короче, не хватает этой заборки, и там рядом открылась какая-то лесопилка, короче, и там заборная доска, она похуже качества и подешевле. А до этого у меня была там 14 рублей куб, и она такая классная, там дощечка дощечки, там все так четкое такая, а тут, короче, я соблазнился от того, что она подешевле, ну вот 14 и 8. Думаю, ну вот, и рядом еще, доставки никакой не надо. Я говорю, о, давайте мне, короче, вот ее привозят, начинают разбирать пацаны там, я смотрю там, а она свежая древесина, только что попиленная, а она, короче, они говорят, мы начнем ее скручивать, но ее потом все начнут там выгибать, и качество совершенно другое, там, и где-то обзол, и я, знаете, а внутри такое, знаете, вот просто противление, я не хочу такую доску, и мне, а мне говорят, да нормально, пастор, там все, сейчас, вот там все, пришпандорим, все, что-то, и знаете, я поймал себя, что есть мои убеждения, то, что я вот так не могу строить, вот не могу строить, потом я вспомнил, когда мы строили храм, мне говорили, давай вот это, вот здесь сэкономим, вот здесь там как-то, ну вот, ну сейчас, ну просто, это же бы только начинается, это же только первый, первый ремонт, там, я говорю, нет ничего, длительного, чем, чем временное, это сто процентов, я говорю, давайте сразу, строить круто будем, пускай это будет дороже, и мы сделали то, что сегодня еще радует наш взгляд, а это когда было, то сколько лет прошло, больше 15 лет, то есть, и тогда, да, вот эти ценности были, понимание, я к чему говорю, что каждый будет поступать, потому как он мыслит, вот как я мыслю, так я буду жить, и это на всем будет, и это на всем будет отражаться в моей жизни, это отражается на служении, это отражается на бизнесе, на отношении к деньгам, не то, что, не то, что у меня серых зон нету, есть, есть эти слепые зоны, с которыми мне нужно разбираться, но я разбираюсь, но я понял, поймал себя, что есть определенный все равно образ мышления, и нам нужно, друзья, как, как пишет, как Павел писал, да, Римлян 12 глава, что нам нужно, ну, преобразовать свое мышление, вот это я прочитаю вам, в современном переводе, 12 глава, 2 стих, пусть законы мира этого, более не руководят вами, вместо того, пусть разум ваш возродится, и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, чего Бог желает для вас, тогда вы узнаете волю Божьей, что есть добро, и что угодно ему, и что совершенно, разум наш преобразовывается, и тогда приносит нам обновление, и когда обновляется наше мышление, будет обновляться наша жизнь, потому что мы начнем по-другому поступать, потому что мы просто начали по-другому думать, и если твой взгляд исходит из прошлого, из того, что что-то там не получилось, что-то там было не так, то есть мы как бы приобретаем опыт негативный, и проблема в том, что люди живут с этим опытом, зачем-то его тащат во что-то новое в своей жизни, хотя это груз, это балласт, который мешает, Аминь. Некоторые женщины не могут быть счастливыми в новой своей жизни, потому что они еще зациклены на том старом каком-то человеке, который их обидел, или какой-то бывший муж, или какая-то бывшая жена, ну какие-то бывшие, которые, может быть, принесли раны, которые и люди, некоторые живут, или просто вот жизнь, я знаю одну семью, которая просто живет прошлым, они оценивают себя сейчас, поступки свои, они оценивают их через те обиды, которые они прожили. Вот однажды она ему сказала, что он не мужик, однажды, 12 лет назад. Все. Теперь он не мужик. И при случае у него это вылазит. Я говорю, надо оставить, надо забыть, надо просто пойти в новое, просто подумать о том, какую ты хочешь видеть семью, вот видение новой семьи, просто это оставить, и туда пойти, в новое, туда, как бы сказать, якорь закинуть, или как, предтечу, туда. И когда ты закинешь якорь, ты туда можешь уже залазить туда. Но если я живу тем, что было, я никогда не попаду в новое. Прошлое будет мне все время рассказывать. Согласитесь? Ты можешь процветать, ты можешь зарабатывать большие деньги. Нет. Твои уста могут говорить, да, 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 аллилуйя, аминь, аллилуйя. А мозги твои совершенно другое, как твердят. А то, что тебе говорят твои мозги, потом это превращает поступки, и ты видишь нищенские поступки, поступки, которые не говорят о том, что ты будешь процветать. Понимаете, о чем я? Я, для меня очень хороший пример, невероятно крутой, это Иосиф. Вот Иосиф, представляете, Иосиф, его братья подставили, бросили в яму, хотели убить. На его глазах они разговаривали, убить его или нет, просто представьте себе. Братья, которых ты любил, доверял им. И вот они так поступили с тобой, и вот у него такая жизнь начала, он попал там в тюрьму, попал в дом Патифара, то есть у него такие вот, просто такая жизнь. и кто-то может быть, проходя такое же, остался, ну, человеконенавистником. и другой бы человек, увидя братьев, ну, вот, время пришло, время расквитаться. Давайте вспомним, мужики, что было тогда, давайте вспомним, и сейчас я могу с вами, и он мог вообще просто вот так сделать им зло. Любое. Но посмотрите, пройдя вот это, у него в сердце не было ни ненависти, ни желания мести. А знаете, что у него? У него было прощение, и у него была любовь. Человек, ну, вот, из доброго сокровища вытаскивает доброе. Если бы он жил прошлым, он бы не смог войти в будущее, он бы не смог стать великим человеком, потому что он постоянно болел бы тем, что там произошло. Как много людей сегодня не доверяют. Я не могу больше доверять людям. Я не могу, я больше. Все уроды, все уроды, я прихожу в церковь, все уроды, этот религиозник, этот урод, этот лицемер, этот, все, все про всех видит, все. Знаете, или люди есть, которые все знают насквозь, это сканеры такие, они всех пронзают, все про всех знают. человек, пройдя, переживает эти моменты и учится либо любить, либо ненавидеть, либо прощать, либо жить непрощением. Я хочу просто сказать вам, друзья, давайте пойдем вперед. Для меня лидер, это человек, который живет будущим видением. Аминь. Вот что-то впереди есть большое, великое. Давайте, друзья, пойдем туда. Здесь вот просто неохота копаться уже, неохота разбираться там, неохота вот копошиться в этих там обидок, здесь на земле, вот в этом курятнике. Давайте туда воспарим в небо. Аминь. Просто если мы будем устремлены туда, в небесное видение, вот если мы будем на это смотреть, то мы на самом деле куда-то пойдем. Но надоело топтаться. Надоело. Я вижу, как много людей, они просто уперлись в стену какую-то каменную, просто лбом, и они просто ничего не могут, не могут пойти. Знаете почему? Потому что поступки надо изменить. Потому что все то же самое. все то же самое, дежавю. И я смотрю, смотрю на это, я смотрю на свою церковь, я смотрю на вокруг, и я просто вижу дежавю. Ездишь по этим конференциям, и ничего не происходит, и ничего не меняется. на свою конференцию, и тоже ничего не меняется, и в церкви такого нету, и ты можешь себе что-то рассказывать, сейчас такое время, сейчас такой сезон, а я не хочу рассказывать, я хочу прорыв видеть в своей жизни. Хочу видеть, как Бог двигается, и не хочу быть скептиком, знаете, которым просто что-то объяснять. Ну вот сейчас такое время, ну ты понимаешь, пандемия, а сейчас вот военные действия, и вот что-то мы себе объясним, я не хочу. Это же, это же как вот, понимаете, ребенок рождается, он же во все верит. Согласитесь? Вот ребенком спросите, вы, сейчас бы мы, допустим, позвали сюда детей, вот человек 20, они бы сказали, эй, хочу там, ну не знаю, как сейчас там, сейчас дети блогерами только хотят быть, а раньше космонавтами, там, врачами какими-то. То есть, почему они это говорят? Они же верят. Там какой-то стоит, там какой-нибудь ребенок, говорит, я хочу быть космонавтом, там, как Юрий Гагарин. Знаете, что он верит, что он будет, как Юрий Гагарин. Ну мы можем как бы посмеяться над его детской верой и сказать, ага, ты там, куда ты там полетишь? Сиди. Папа твой не летал и мама твой не летал, поэтому куда ты полетишь там? Ну, согласитесь, мы так скептически, отнесемся к этому? Ну, как то он космонавт. А ребенок верит. Вот он вырастает, и у него из-за мнения людей, и из-за какого-то опыта, у него, знаете что, накапливается негатив. И у него складывается опыт, и тот, кто верил однажды, что полетит, теперь его крылья подломили опытом. Ну ты посмотри на реальность, какой ты космонавт? Ну, куда ты, куда ты собрался? Сиди. И вот просто я смотрю, как люди, они во что-то верили, раньше. Верили в большие церкви, в пробуждение, в какие-то служения, исцеления, и потом просто им опыт прошлого рассказал. Вот сейчас с ними разговаривает не будущее, не видение, а знаете что, прошлое. Ты же пробовал, не получилось. Ты же жертвовал, не помогло. Ты же вот тогда выходил сюда, ну а после этого опять оказался в канаве. Видишь как? И это, и это такой тебе, ну как бы наваливает на твою жизнь такой скепсис. А я хочу сказать, друзья, если я обновляю свой ум, я перезагружаюсь, загружаюсь и от вирусов вот этих избавляюсь. Это не так просто, но если я буду жить с Духом Святым, дружить с Богом, знаете, это возможно. Вот с Богом это возможно. Потому что, если не Бог мне будет рассказывать, как мне жить, мне будут рассказывать люди, как мне жить. А я не хочу, чтобы люди мне рассказывали, как жить. я не хочу, чтобы люди рассказывали мне, как верить. Не хочу, чтобы люди строили мою жизнь и мое видение. Аминь. Даже пускай это будут самые замечательные люди, но это люди и любой человек, с ним может что-то произойти, он может упасть, он может что-то с ним... Я хочу, чтобы Бог формировал мое видение и мое будущее. Аминь. И если Бог... Так много людям... Это обычно происходит с людьми вначале, потому что они как-то открыты для Бога. Они приходят как младенцы просто, и они говорят вау, вау, вау. И Дух Святой начинает говорить им, показывай там что-то им. Так много людей не видели исцеления. У нас там однажды была конференция, и там Анатолий вышел, просто он не мог проповедовать, просто он вышел пьяный, не знаю, кто-то был, может быть. Так на голове как будто он видит ядро или как-то с банком. И все просто ходил, ходил пьяный в духе. А потом свалился и потом говорит, кто хочет быть пастором, выбегайте. И этот человек 50 выбежал. И я жалею, что не заснял. Вот заснять бы пасторы. То есть Бог же, то есть что это было? Это же не было какой-то эйфория там. Ну просто люди с Богом были близко в этот момент, и Бог говорил им, что они пасторы, что им надо поехать. И там кому-то Бог показывал большие даже крусейды, там что-то еще, стадионы. Как много людей видели какие-то стадионы. Правда это или неправда? Ведь когда они были маленькими, они верили, что они могут стоять, они верили, что они могут быть вот какими-то родоначальниками пробуждения, что-то большое и великое сделать на этой земле. Но потом, потом пришел, знаете что? Опыт. Опыт мой. Мы теперь опытные христиане, мы теперь знаем, что все это ерунда. Сиди вот здесь вот, синицу в руках, а мни свою. А это пускай летает, а это дураки, входят там ненормальные. Пастору-то что? Вообще, ему-то что не жить? Это мы сталкиваемся с трудностями. А пасторам, что вот они ходят там, что-то? У них другая жизнь. У них нету платежей, коммунальных, нету садиков, нету школ, нету, у них ничего нету такого. Просто понимаете, да, о чем я? Что вот этот скепсис, который приходит, а потом ты начни говорить им чудеса, потому что мы-то сидим, вот мы тут были в бане у епископа, и вот он просто рассказывал там с Ильей Федоровым, там они были на конференции сейчас, конференция исцеления была в Москве. И в общем, короче, он этот человек ушел на небо, и он просто рассказывал там про человека, у которого камни там из головы летают. Не знаю, слышали, да? Ну вот как ты себе, как ты вообще отреагируешь на это? Он говорит, мы едем с ним в машине, но Илья, он не будет врать, но это не тот человек. И он говорит, мы едем в машине, и вдруг вот так вот из воздуха материализуется камень, и падает. Он говорит, я привожу его в номер, а там уже вся, еще никто не заехал туда, там только убрались перед его приездом, он только дверь открывает, весь пол завален камнями. Не драгоценными, а вот эти, которые 12 камней, которые были у священников, как на перстни, да, по-моему, но на груди вот это. Топаз там, сейчас не вспомню, вспомню. Ну как они, полудрагоценные камни. Ну и как вам? Скептики, знаете, что говорят? Ну-ну. Пока не увижу. Я как Фил, вот воткну руки в раны Иисуса, тогда точно поверю. И, наверное, почему? А знаете, почему? Да у нас потому, что опыта такого не было. Ну как бы мы, как бы не имеем такого опыта. И наша прошлая жизнь, она говорит нам, это невозможно. Этого я не видел. Это невозможно. Умножение возможно или невозможно? Но я этого не видел. И вот этот опыт, который, вот вроде с одной стороны, это хорошая вещь, опыт. А с другой стороны, это убийца веры. Он убивает веру. И я просто хочу сказать, если мы будем устремлены в будущее, нам нужно делать новые действия. Давайте, давайте опять начнем, помечтаем о большой церкви. И для этого нужны будут шаги. Для этого нужно поменять помещение. Для этого нужно что-то сделать такое, что может быть покажется в ущерб. Поменять свою дислокацию. Ну, конечно, все уже обвесили, все стало так привычно, здесь и хорошо, и так здесь как-то комфортно. И я вам хочу сказать, с каждым годом обзим здесь будет все больше и больше нравится. Именно вам. И будет все трудней и трудней покинуть. Обжитое, хорошее помещение. Прекрасное здесь помещение. Но для того, чтобы расти, нужно отсюда уезжать. А если мы помечтаем о большой церкви и просто доверимся Богу, доверимся Богу в этом и скажем, Бог, ну ты же, ты же хочешь, чтобы мы двинулись вперед. И прошлый опыт что-то там говорит, может быть, где-то пробовали, не получалось что-то, что-то там не срастало. Я когда в Новосибирск приехал на миссию, и когда вот этот церковь, мне эту лохмоть от церкви достались, то с ними просто так жутко было. Это просто, я говорю, ну вот есть Альфа, ааа, пробовали. Я говорю, домашние группы, ааа, пробовали. И что бы я ни сказал, они все пробовали, все делали, и на все у них такой скепсис, знаете. И это жесть. Лучше вообще, чтобы это были неверующие люди. Вот с ними лучше начинать, чем с такими людьми, которые все в жизни перепробовали, и у них вот на все есть определенная такая реакция. И еще их два пастора бросили, и еще они на меня посматривают и говорят, ты нас не бросишь ли? И все, что ты говоришь, воспринимается ими через то прошлое, которое они прожили, понимаете? Если какие-то были неудачи, я знаю, что одно, что вера, это всегда нечто, связанное с риском. Ты спрыгаешь куда-то, но ты не можешь даже знать, куда Бог, ты просто знаешь одно, Бог благ. Бог благ. У меня есть Папа, который благой, и который хочет, чтобы на самом деле царство его продвигалось бы на этой земле. Каждый поступает по удостоверению своего ума. если что-то здесь у меня изменится и обновится, если я просто вот это все оттолкну и просто захочу, увижу что-то большое, великое впереди, и если мы опять начнем мечтать о больших церквях, о больших чудесах, о больших служениях, о чем-то великом, большом, просто вот, просто вот откинем свой этот цинизм христианский. Вы уж извините за это слово. Ну, циники это люди, которые, ну, ну, мы же становимся циничными, неизбежно. То я знаю, что мы двинемся опять. И давайте прочитаем Евреям 12 глава. Евреям 12 глава, 15-16 стих, очень мне нравится это место. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время и возвратиться. Но они стремились к лучшему. Слава Богу за них. То есть к небесному. Посему и Бог не садится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Бог приготовил вам церковь. Город. Он приготовил вам город. Люди приготовлены. Люди приготовлены. Давайте просто поверим. Давайте будем шаги делать к большой церкви. Давайте будем делать шаги к большой церкви. Пускай опять это загорится внутри. Что-то большое построить на этой земле. Аминь. Давайте будем как Давид. Давид мой герой. Вот просто парень, который просто вообще приходит, смотрит на этого. Пришел какой-то детина громадный ходит, трехметровый. И у него вопрос-то какой. А что будет, если я ему... А что будет тому, кто его победит? Ну, там полцарса тебе и жена царская дочка. Ха! Нормальная награда. Пойду да снесу башку ему. А знаете что? Пошел да и снес. Я знаете про что? Риск, риск, вышел с пятью камнями против человека, закованного в броню. Там такое копье. Я там помню эти цифры, читал, сейчас не вспомню, там, но там копье около 32 килограмм только у него, 32 килограмма копье весило. Просто какой-то монстр стоит трехметровый, он выходит с камушками и он говорит, я иду на тебя с именем Господа Саофа. И пошел да и на самом деле башку ему снес. Я хочу сказать, мы башку всем галиафам снесем. Всем галиафам снесем. Если мы будем устремлены туда, к награде, к будущее, лету, то, что нас однажды вытащило, и то, что нас спасло, и то, что однажды нас подняло, будет работать, работало тогда, работает сейчас, и будет работать тогда, будет работать впереди. Вера. Вера. Аминь. Поддержит ли Бог или не поддержит? Я знаю, что поддержит. И если это какие-то новые экономические затраты, трудности, я знаю, Бог отреагирует, знаете, на что? На веру. Бог отреагирует на веру. Но здесь что-то должно просто произойти. Здесь что-то должно поменяться у нас, у всех. Аминь. Мы должны как-то по-новому отнестись к смелости, к риску. Научиться рисковать по-новому. Ведь рисковать, когда у тебя некая жизнь обеспеченная, уже не так легко. Но Бог, я знаю, вот так как-то любит особенно смелых людей. И я не хочу жить в прошлом, как бы оно ни было прекрасно. Хочу в будущее. И я знаю, что периодически, как бы так, знаете, приходит, тебя накрывает какая-то вот такая вот. И ты как бы живешь в прошлом. А хочу вперед. Вот почему у Халева был иной дух Иисуса Навина. А эти в прошлом, знаете, что они? Они вышли физически, а смотрели туда. И не смогли войти. А давайте скажем все вместе. А я пойду и снесу башку этому Голиафу, который стоит против меня. Во имя Иисуса. Потому что я не один. Потому что я сын. Потому что я призван. Потому что я люблю Бога. Я знаю, я призван. Я усыновлен. Я знаю, что царство хочет через меня продвигаться.